Творчество порождает творчество. Таков закон мира искусств. В первый день весны и в преддверии фестиваля мюзикла в концертном зале Измайлова открылась новая выставка. Вдохновение от просмотра музыкальных спектаклей нашло свое отражение в картинах художников объединения Art RMT. В экспозиции полсотни работ. Мы стали партнерами фестиваля мюзиклов в этом деле. И я очень рада, что удалось привлечь больше художников из различных областей фандома, то есть вот этой общности людей, которые любят мюзиклы и готовы творить по ним. Народное творчество – это лучшее, что есть в этой области искусства. Очень многие, кто работает вместе со мной, на самом деле, благодаря мюзиклам обрели не только любимую работу, но и в каком-то мере смысл жизни, семью, друзей, любимого человека встретили благодаря мюзиклам и так далее. И эта выставка доказывает, что это не единичная история в моем обществе. Так происходит со многими. И мюзиклы – это то, что нас всех вдохновляет и объединяет. Для работ по мотивам известных постановок концертный зал Измайлова станет домом на несколько месяцев. Однако попутешествовать картины успеют. 25 и 26 марта их можно будет увидеть на фестивале мюзикла в МОЗ «Концерт Холли». Мы очень рады действительно быть частью этого проекта, потому что такого рода выставка у нас впервые проходит. У нас были другие выставки художественные, но не посвященные мюзиклам. А так как мы все-таки площадка, которая старается развиваться в этом направлении, и все больше мюзиклов, которые смотрят фандом, проходят у нас. И мы в этом направлении двигаемся. Если какие-то есть еще варианты, как мы можем оказаться полезными или привлечь аудиторию, мы только за. То есть за такие идеи, за то, чтобы у нас проходили не только выставки мюзиклы, но собирались фанаты мюзиклов, чтобы они тут устраивали свои мероприятия, чтобы обменивались, чтобы какое-то создавалось сообщество. Пусть тебе приснятся мюзиклы. Форма призыва в названии выставки, считают организаторы, оправдана. Это пожелание художникам продолжать искать вдохновение в сценических произведениях. Для зрителей искушенного предложение продлить ощущение единения с любимым музыкальным спектаклем. А для тех, кто только знакомится с жанром, приглашение в новые, потаенные вселенные. Дело в том, что сновидение – это, по сути, есть чистейший творческий акт. Потому что любое творчество – это фантазия и вдохновение. И во сне это происходит бессознательно. И в том числе, поскольку, опять-таки, мы привязаны именно к мюзиклам, то, посмотрев какой-то спектакль, ты ложишься спать, и твое сознание воспроизводит то, что ты только что увидел, но уже с каким-то мистическим вымыслом, что-то добавляя от себя, какие-то образы, фантомы. И этим проектом мы заявляем о том, что любой художник, любое творчество заслуживает признание, что это не просто так называемый фан-арт, как любят говорить, это художественное искусство, которое достойно того, чтобы заявлять о себе смелее, ярче и масштабнее, безусловно. Благодаря художникам герои мюзиклов последние испытания, шахматы, «Человек, который смеется» и многих других теперь получили и живописное воплощение. Для художника мюзикл – это безграничный полет фантазии, потому что в мюзиклах есть бесконечное какое-то разнообразие сеттингов, в которых можно рисовать, персонажей, костюмов. В общем, можно очень много попробовать и научиться чему-то новому. Я сходила на «Бал вампиров» пять лет назад, на московский. Потом сходила еще семь раз на него уже за один месяц, и меня затянуло в мюзиклы. Вот, просто поглотило. Я рисую по ним теперь с тех пор. Созерцание и созидание идут рука об руку. Авторы картин уверены – мюзикл хотя бы однажды должен увидеть каждый, и не только во сне.